Вы на канале Диевский Викрохоз, с вами Василий. И сегодня я вам покажу очень хорошую вещь для хозяйства. Нужную, можно сказать. Мы тут решили съездить отдохнуть на юга. Поедем в Республику Крым, в Ялту. И сейчас я покажу очень необходимую вещь для поездки. Это бокс на автомобиль. Здесь сюда очень много вещей, но я вам покажу попозже. Смотрите, я вам сейчас покажу, как удобно. Он открывается с двух сторон. Давайте я сейчас возьму камеру и покажу вам поближе. С этой стороны открывается и с той. Берем с собой очень много вещей. Круги детские, различные матрасики и так далее. Поэтому он нам очень пригодится. К нам тем более приехали гости. И еще у них вещей много. Так что все-все это войдет сюда. Этот бокс у нас уже служит 11 лет. Даже, пожалуй, больше. Где-то в общей сложности пробег у него не меньше 200 тысяч километров. Потому что мы его там периодически снимали, одевали. И путешествия в Карелию. И на юг мы постоянно ездили. Там, да, три раза в год. По 2-600, там, в одну сторону, в другую. То есть, это вообще очень хорошая вещь. Единственное, я его сразу за колхозью усилил. Я сейчас покажу, зачем это сделать. И почему. А пока я так немножко расскажу о нем. Это польский, так сказать, бокс. Он подделка. Норвежский, да, по-моему, этот. Тхилле, как-то называется. Ну, он по типу такого же сделан, конечно. Подешевле. Но очень удачная покупка. Столько лет он верой и правдой служит. И практически у него поломок никаких нет. Кроме, пожалуй, одного места. Это вот здесь. Ну, вот видите, я здесь за колхозил. Правильно сделал, да. Не как вот там у поляков сделал. А им доверять нельзя. Я сейчас дальше вам объясню. Вот. Я немножко укрепил здесь. Одно единственное место. Вот так вот он крепится, посмотрите. На паузу поставьте. И на машину обязательно груз нужен на центр. Это действительно так. Это я проверял. Но это можно обойти русскими заколхозами. Потому что я полякам не доверяю. И сразу же я в первую очередь сделал, посмотрите, что. Вот видите, я усилил. Заармировал, так сказать, стекловолокном, сеткой, эпоксидной смолой. Вот эти посадочные площадки для креплений. Вот они крепятся. Сейчас будем вешать его на машину, ставить. Я вам покажу, для чего это все. И вот здесь светло. Я вам объясняю, зачем это сделано. Вы, конечно, это можете не делать. Но я в свое время возил очень большие грузы в нем. Бывало там килограммы по 200. Поэтому я сразу же это сделаю, укрепил. Смотрите, еще одна хитрость. Вот в нем категорически нельзя возить какие-то тяжелые вещи. Я знаю почему. То есть предусмотрено. Он, видите, он гибкий. Не так, как современный есть. Вообще, как, знаете, он прыгает, как лягушка. На машине едет, и он прыгает. А это еще в старое время делали надежный пластик, хороший. Но все равно, я, смотрите, что сделал, чтобы возить коробки такие, да, тяжелые какие-то вещи. Я ставлю сюда вот простые досочки. Вы можете что-то придумать покрасивее. Они распределяют нагрузку веса. То есть нагрузка ложится не на сам бокс. Вот видите, вот на дно бокса, да. Некоторые люди совершают немножко ошибку, конечно. Они очень много грузят. И он у них может повредиться, как-то лопнуть еще как-то. Я вижу, даже иногда обвисает вот у него пузо такое снизу. Потом посмотрим на машине, и оно обвисает от тяжести. А у меня, видите, какой закохоз. У меня весь вес ложится на эти бруски. В идеале, конечно, какие-то найти алюминиевые. Они крепкие. То есть трубы, да, или какой-то профиль алюминиевый. Брусочки у них все равно какая-то есть. Прогиб небольшой. Но сейчас я тяжелого не вожу. А раньше у меня здесь были профильные трубы. Там, по-моему, 20 на 20. Сейчас я делаю просто так, на всякий случай, да, по привычке. И вот, видите, вот в этих местах на машине есть рейлинги вот эти, да. И как раз у нас эти планки ложатся на них. То есть и вес давит весь на досочки, вот на эти бруски. И сюда на эти планки, на рейлинги. И тем самым мы как бы спасаем дно нашего бокса. И бог сам от каких-то последствий разрушительных. Это нам не нужно. Сейчас я открою его еще с другой стороны, я вам покажу. Вот здесь простой замок. Очень удобный ключик. Так, пока его не закроешь, он не закроется. Иногда, когда ветер сильный, нужно, конечно, смотреть, придерживать. Но были ураганы ветра, ураганы, буквально, порывы. Рядом с нами смерч проходил. В один год это было интересно. Мы отдыхали тоже на юге. И он выдержал этот порыв. В этом плане очень надежная конструкция. Очень мне понравилось. Я даже не ожидал. Я думал, сейчас улетит машина вместе тут с нами, с боксом. Ничего подобного. Вот он так был открыт. Он единственное, так, конечно, поболтыхался, вот эта крышка. Но крепление выдержали. Это просто идеально, друзья. В дороге, смотрите, безопасность. Он не откроется. Он закрывается с двух сторон вот этими шинами. Защелкивается. И открыться он совершенно не может. Это уже тоже проверено. Скорость у него максимальная 120 км в час. Вес, по-моему, там 70 кг. Но испытан, друзья, я говорю, килограмм 200 точно. И на 190 он тоже испытан. У меня раньше была машина другая, Audi 80. Раньше не было камер на дорогах. И была возможность, конечно, поездить местами. Я разгонялся на ней даже 195. Но вот этот бок 190, он выдерживал. Все отлично, аккуратно, конечно, под контролем. Все это происходило. Такие испытания я вас прошу не повторять за мной. Это нужно профессионалам только. Таким, как я, испытателям. Колхозникам. Сейчас я его открою с другой стороны. Еще тоже покажу, как это удобно. Можно подойти к машине. А, хотя давайте я, наверное, покажу вам это уже, когда мы на машину установим. Как это вообще классно. Ну, просто супер. Закрываем. Переносится он легко. Один человек спокойно его перетаскивает. Вот вы видели, да? Очень легко я его перетащил, установил. Здесь он смотрится идеально. Много места не занимает. В будущем для путешествий, мы очень любим путешествовать по различным местам, я буду здесь еще колхозить еще два крепления. Либо бочка с водой, либо какой-то бокс отдельный для каких-то вещей таких. Ну, палатку можно отдельно, да, какую-то каницу с водой, что-то еще. Я вообще здесь буду походную каницу для путешествий в Крыму делать. Тоже интересная такая задача. Когда заезжаешь в какие-то крымские степи и так далее, там мало воды. Очень мало воды. И нужно для, чтобы душ принять. Ну, для каких-то хозяйственных нужд, много воды с собой везти. А в салон не хочется забивать это все, да? Кто любит, представляете, там все забито, 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 там, да, палатками, кастрюлями. Я буду делать здесь. Я вам потом покажу, как сделать бак с водой. Я уже придумал это все для путешествия. И чтобы это еще и был душ дополнительный. Сразу к машине подошел, шторку закрыл и моешься. Там все хорошо. Поэтому, ладно, давайте, друзья. Так, я сейчас его открою. Покажу, как это все крепится. Вот смотрите, сколько места еще, да? И вот, чтобы вот это все не забивать, к нам приехали гости, я говорю, и здесь у меня будет сейчас третий ряд. Они будут здесь сидеть. Машина будет забита вся людьми. Это ларгу семиместный. И все вещи у нас войдут в это место. Видите, сколько еще места здесь можно занять? Еще что-то сделать, да? Корзинку из металла или... Ну, вы понимаете. И чтобы установить вот этот бокс, это очень быстро делается. Сначала нам нужно его отцентровать. Видите, вот я его поставил примерно по центру. Но, если вы возите какие-то грузы еще, видите, вот сколько расстояния там большое. По краям. Бокс этот можно сдвинуть. Просто сдвинуть влево или вправо. А вот в это освободившееся место уже можно там доски возить. Я не знаю, там, ну, понимаете, да? Здесь примерно получится 60 сантиметров. Если я бокс туда, вот он влево сдвинул, вот у нас освободится 60 сантиметров. Представьте, сколько груза еще. Еще один бокс можно такой же приделать длинный. Это очень удобно. Вот, друзья. Теперь мы сейчас поглянем вверх. Я покажу вам, как это все просто делается. Кстати, вот эти крепления, посмотрите, это я тоже сам заколхозил. В свое время я покупал немецкие крепления на Ауди 80. И все крепления я взял оттуда. Потому что там настоящий металл хороший. Там даже болты специальные. Я не помню маркировку. Они пружинят, они не ломаются. Металл очень хороший, крепкий. Это не современные вот эти крепления, хлипенькие, да? То есть, ну, конечно, есть дорогие, хорошие. Но дешевые, я смотрел, там просто, я не знаю, ну, очень слабо. Вот эти крепления, их вообще невозможно ни оторвать, ничем. Болты невозможно сломать. Один из болтов я специально пытался кувалдой сломать. Но это просто у меня не получилось. Он не сломался, он очень тяжело, но согнулся кувалдой. Вот та самая кувалда в одном из роликов я показывал, как экономить. База кормит. И вот я ее делал. Она, по-моему, там 12 килограмм, но я уже не помню. И то, из-за, она не могла сломать вот такие болты. Поэтому свое крепление, оно гораздо надежнее. Вот эти рейлинги, кстати, и все быстро очень снимается. Если ключиком открутить, Вернее, ключ открыть. Это все достается. Злоумышленники, конечно, не смогут сделать. У меня здесь еще кое-какой секрет есть. Его я, конечно, не буду рассказывать. В общем, но снимается очень легко, если знать как. Очень просто. Отсюда болты открутить. То есть сложно. Ну, в общем, я не буду эту хитреса сказать, друзья. Может быть, потом в каком-нибудь из роликов я расскажу отдельно, как сделать такой замок хитрый. Ауди, кстати, была у нас пониже машина. Но в Ларгусе тоже, в принципе, удобно. Вот ногами можно вставать на порожек. И делать. Я сейчас вам, наверное, покажу, как это происходит. Вот, смотрите, просто подходишь. Раз. И я уже здесь. И можно делать все, что нужно. Очень удобное крепление. Я сейчас поднесу вас поближе и покажу, как они устанавливаются. Это, конечно, не быстросъемы. Есть уже такие быстросъемные конструкции. Но тоже достаточно удобно. Барашки откручиваются, вставляются вот в эти отверстия снизу и закручиваются назад. Все. При определенной сноровке очень быстро. Вот эта часть у нас пойдет вот сюда, на эти отверстия. Это как дополнительное крепление. Почему я вот это все и усиливал, да? Эпоксидной смолой. Вот. Теперь снизу мы вставляем эти крепления. Вот видите, да? Потом назад эту планочку. И просто закручиваем вот эти барашки. Достаточно закрутить, но сколько у вас есть силы. Он уже никуда не денется. Видите, здесь на этих рейлингах есть резиночка. И то есть у него не будет никакого люфта. Он не будет вот так вот ходить. Видите, как устроено просто? Скоба. Скоба польская выдержала. Хотя у меня доверия, конечно, нет. Но я оставил. Они вроде нормально, держатся хорошо. Еще, кстати, хочу сказать вам, почему нужно сразу покупать вот такие обтекаемые рейлинги. Сразу. Друзья, я колхозил в свое время из труб профильных. Даже делал их обтекаемыми. Но они очень тяжелые, металлические покупаются, да, из металла. Танкостенный металл, он не выдерживает их нагрузок. А толстостенный, это, ну, просто это дубины какие-то. Это вообще, то есть лучше сразу купить, друзья, вот такие алюминиевые. Они очень легенькие. В машине не будет свиста. Знаете, когда, если, например, квадратные, то это будет, конечно, ужасный свист. Там, если вы больше 90 будете ехать, это уже, конечно, будет мешать. Будет некомфортно. Поэтому лучше вот такие алюминиевые купить сразу. Они, в принципе, недорого обойдутся, но будут служить вам вечно. Видите, алюминий не надо, не красить там, ничего. Вот он как был, я говорю, 11-12 лет. Он как был новенький, такой я остался. И резиночки, кстати, все целые. Все, все в порядке. Все хорошо. Замочки работают. Все отлично, идеально просто. Тут вообще нареканий никаких нет. Сейчас я установлю это все. Я вам показал, как примерно это делать. И продолжу дальше. Еще один момент важный. Я сначала устанавливал его не по центру машины, а вот замерял рулеткой вот эти, да, рейлинги. Ну, например, там 30 сантиметров. И я также спереди делал тоже 30 сантиметров. Вот понимаете, о чем я, да? Здесь 30 сантиметров и здесь 30 сантиметров. Вот. А потом я в дороге заметил, что он немножко как бы криво стоит. У него мордочка, вот эта передняя часть, чуть-чуть уже, чем задняя. И ставить его, видите, вот он немножко вправо сдвинуть сейчас. Ставить его лучше по центру. То есть, все равно носик по центру. Тогда он будет точно ровно стоять. Потому что примерно получается сзади 30 сантиметров. А здесь нужно делать по 31 с двух сторон. Вот такой интересный нюанс. Но он тоже, надеюсь, будет вам полезен кому-то. Я, потому что в свое время, ну, ошибался. И ставил его немножко не так. Он у меня был смещен, мордочка вправо. Так, смотрим. Да, все идеально. Теперь закручиваем все крепления и продолжаем дальше. Цель сзади готова. Переходим на другую. Закрываем. Открываем теперь с другой стороны. И продолжаем. Не прошло и минуты, друзья. Все готово. Я показываю вам сейчас результат. И еще кое-какие нюансы. Использование этого бокса полезно. Вот, посмотрите. Я хочу вам показать. Видите, как это все быстро? Вообще, очень хорошо. Вот крепление. Все стоит. Я даже, видите, установил свет. Тут закохоженный. Видите, у меня здесь предел на аккумулятор. Ну, это ладно, это не важно. В этом ролике. Так. Очень обязательно, друзья, пристегивать ваши вещи. Не обязательно такими ремешками. Я покажу сейчас. Еще можно использовать резинки простые, автомобильные. Вот такие простые резиночки. Туда цепляем. Ну, и сюда цепляем. И все. А это будет держать наш груз. Это я лично видел, как у одних людей сломался бокс из-за груза. Буквально перед нами ехала машина. И там были ямы, очень большие. Она где-то на 130 км в час затормозила резко. И у нее выбило просто заднюю стенку от груза. Он был не закреплен. Это сам я видел, потому что мы остановились помочь. Ну, мало ли спросить, что нужно и так далее. Как обычно в дороге. Поэтому я вам все советую крепить вот эти резинки. И, друзья, у кого бокс болтыхается. Знаете, есть такие длинные боксы. Вот так вот они ходят. Ну, знаете, владельцы некоторые, да? Я вам говорю, ставьте такие планки. И будет у вас все в порядке. То есть он будет жестко стоять. Крепко. Ну, то есть не будет вот этих вибрационных движений таких. Там, конечно, на посадочные места нужно определенные ставить. Даже бывает трое рейлингов люди ставят. Ну, вот достаточно будет такого. Очень хорошее вот это. И ими я закрепляю. И вот этими ремнями, видите, как бы двойная роль получается. Вот когда натягиваешь груз, закрепляешь, они здесь палки прижимают к боксу. То есть дополнительно у нас, даже если бы бокс гипотетически вырвался, у нас получается вот эти ремни, видите, натяжечкой и вот этой натяжкой, они держат вот эти палки, прижимают бокс туда. То есть и у нас груз, и бокс никуда не улетит на машины, да, там сзади или еще куда-то. То есть это все как бы тройная, четверная защита у нас получается. И плюс вот этот заколхоз. Это очень хорошую роль играет, друзья. Используйте. Либо как у меня все по-колхозному, либо красивенько алюминиевые профиля. Купите и будет вам счастье. На этом, друзья, я буду заканчивать. Потом вам покажу, сколько здесь барахла влазит. У нас машина будет практически пустая. Ну, там бутылочку с водой возьмем. 19 литров вот эту. И что-то покушать. И на этом я хочу пожелать вам счастья, удачи. Всего самого хорошего. Приезжайте скорее к нам на юг, в Голубицкую отдыхать. А мы тоже поедем, немножко отдохнем на юге. Поедем, вот как я сказал, в Крым. Немножко попутешествуем. Если получится что-то снять, я вам обязательно покажу. Что-нибудь, может быть, интересного будет. Или, как обычно, я там запишу, не запишу. Непонятно. Тут звук включится, нет. Ладно, друзья, всем счастья, удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok